Всем привет, друзья! С вами Сетя Турямович. В гостях у меня Рига. Советский тяжелый крейсер 9 уровня. Скажу сразу, что корабль не является премом, несмотря на вот такое вот золотое обрамление. Это, ребята, обычный прокачиваемый корабль, просто сейчас находится в раннем доступе, поэтому считается акционом. Но в патче 0.9.6 это будет обычный прокачиваемый корабль в ветке. И единственное, что он сейчас имеет от прем корабля, это премиумный камуфляж, который приносит ему скидку на 20% обслуживания после боя. Вот. Итак, друзья, что же это за корабль, как его получить и вообще надо ли вам оно? Получить его можно за огромное количество советских жетонов. Можно, конечно, там посчитать, сколько будет конкретно, но больше двух тысяч. Очевидно, что без донат корабль просто невозможно получить, потому что из контейнеров за директивы такое количество дублонов. Ну, это надо просто родиться в рубашке, чтобы вам вот оно выпало. Обычному человеку такое вряд ли под силу, поэтому придется донатить, если он вам нужен. Но вам скажу, ребят, сразу, донатить смысла никакого нет, потому что корабль ничего собой особо интересного не представляет. Кроме того, что он советский, это, наверное, его единственное преимущество для многих. Здесь, в общем-то, ничего другого особенного такого суперского нет. Это, да, достаточно тяжелый-тяжелый крейсер, но это не большой крейсер, в том понимании, как они сейчас есть у нас в игре. Это не Аляска, Кронштадт, Сталинград, Азума. Это все еще тяжелый крейсер, просто чуть более бронированный. Давайте посмотрим на его броню. 140 мм бортовая, здесь 40 мм бронепояс. Все это служит отличным местом для взведения вражеских снарядов под любым углом. Да, возможно, как-то вот под очень-очень-очень-очень-очень большим углом может быть и рикошет, но, в общем-то, корабль кушает дамагу с большим удовольствием и поставляет ее вражеской команде. Что касается носовой обшивки, несмотря на 40-мм бронепояс, вот эту часть пробивает любой линкор, который может встретиться в Риге, даже седьмого уровня. Таким образом, при пробитии носовой части корабль получает очень сильный урон, а уж если пролетит дальше, то можно и цитадель, в принципе, выбить, если под хорошим углом зайдет. Вообще, с точки зрения танкования корабль совершенно отвратительный, и фугасами заливается на ура, да и ББшки не особо танкует. Что здесь есть достаточно неплохого, это артиллерия. Это пушки калибра 220 мм, это еще не орудие от Москвы, обладают они меньшим пробитием, но у снарядов хорошая нормализация, и где другой снаряд может дать рикошет, этот снаряд может и взвестись, и пробить броню. Тем не менее, сказать, что это какие-то супер-выдающие снаряды, наверное, не скажешь. Помимо всего прочего, с увеличением дальности стрельбы, как на любом другом тяжелом крейсере СССР, будет увеличиваться ваш разброс больше, чем у других кораблей, поэтому они предназначены для работы на средних и близких расстояниях. Но, к сожалению, на близком расстоянии пробить, если броню вам удастся, то вам в ответ и напихают очень много, потому что корабль здоровый, сильно светится, и урон получает прям, скажем, нормально. Неплохое ПВО по маневренности, быстрые 35 узлов, 920 циркуляции, 5,5 у нас поворот руля вот в такой вот сборке. Кораблю отчаянно не хватает динамики, и это вот хотя бы единственная попытка как-то ему придать скорости, кроме как дать пинка под зад, но все равно не сказал бы, что сильно его спасает. Корабль перетяжелен, и как-то для такого не шибко бронированного на самом деле корабля чувствует себя, ну, не особо ходка на море. 12,9 у нас засвет, если берем мы перк командира на инвиз. Далее вам пригодится мастер-наводчик, безусловно, и суперинтендант. Все, что касается фугасных снарядов, я думаю, что можно пропустить, потому что здесь большую часть времени вы будете стрелять бронебоями. Отправляемся с вами в открытый бой. Пожалуйста, ребят, прожмите лайк, пожелайте мне удачи, чтобы показать этот корабль самым лучшим образом для вас. Но, если честно, наверное, я ожидал чуть большего от ветки новой тяжелых советских крейсеров, потому что тот же Люцов, в смысле Таллин, показался мне чрезвычайно неприятным проходным кораблем. Рига немножко лучше. Но, опять же, не сказать, что прям вот супер, прям песня. Что касается Петропавловска, я его тестировал в то время, когда он еще был не понерфленный. В самой первой итерации выглядел он очень неплохо. Можно сказать, даже имбово. Но совершенно очевидно требовал напильника, потому что, ну, уж слишком он себя хорошо чувствовал, слишком хорошо танковал. И пушки у него были слишком опасны для противника. Надо было чуть-чуть его подпилить. Я, ребята, сейчас поставлю на паузу время. А не поставлю на паузу. Время позднее. Поэтому я не знаю, будет ли у нас полный сбор сейчас. Или же все-таки нет. Ну, надеюсь, что это не 3 на 3 будет. Хотелось бы как-то побольше противников. Но, тем не менее, обещал записать вам видос. Отлично. Все, полный набор есть. Замечательно. Вот у нас все, кроме авианосца, есть в наличии. И мы сейчас с вами будем это все контрить. Итак, друзья, по первости, я совершенно не рекомендую вам пытаться куда-то подойти в ближний бой. Потому что, когда вражеских кораблей много, Рига уязвима в маневре. Потому что она не маневрирует. Очень неманевренный корабль. Ну, не потому что, наверное, чисто Рига такая плохая. А просто потому что корабль большой. С маневренностью проблемы. Это раз. Ну, и, соответственно, если вы там с носа будете танчить какой-нибудь один корабль, в этот момент с борта вам пришлет любой другой кораблик и все такое. Поэтому первое время лучше вообще стараться особо в бой не вступать. А почему? Потому что при дальности 18 километров вам очень захочется поближе подойти к полю боя. Далее. Если рассматривать модули корабля, вы мне скажете, а что ты тогда турямбочи, если у него 18 километров, не возьмешь, например, модуль на дальность. И справедливо добавите, что Дмитрий Донской, например, отлично работает на 20 километров и себя прекрасно при этом чувствует. А я вам, ребят, скажу на это то, что корабль у нас с вами обладает не такой баллистикой, во-первых, как Дмитрий Донской, а во-вторых, не такими характеристиками орудий. Пушки здесь, напомню, теряют сведение на более дальних расстояний. Соответственно, чем дальше вы стреляете, тем меньше шансов, что ваши пушки куда-то попадут. К тому же перезарядка в 13 секунд еще достаточно много. И как-то ее пытаться еще увеличить. Это будет порядка, наверное, 15 секунд перезарядка. Делать этого категорически я вам не посоветую. В итоге опять я иду пьеду. Что ж такое-то? Все время я иду куда-то блызку, блызеньку от вражеских кораблей. Если посмотреть на то, что у нас есть в наличии. В наличии у нас есть, друзья, гидроакустический поиск, фирменная советская РЛС-ка и, наконец, появляется тут Хилка. Чего отчаянно не хватало предыдущему Таллину. Хочу посмотреть, куда пойдет Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте с вами поиграем в одну интереснейшую игру, Дмитрий. Так, ну и, как видите, вот баллистика здесь хорошая. И поэтому Турямбыч не попал. Именно так это примерно и происходит. Балтимир находится у нас где-то с той стороны. Ну, Донской, очевидно, если он продолжит путь вперед, это для него будет дорога в один конец. Что пока он немножко маневрирует. Здесь надо немножко привыкнуть к баллистике. Она действительно, как я уже сказал, достаточно хорошая. И, к сожалению, урона какого-то нанести у нас с вами пока не получается. Если бы я стрелял на Москве, стопудово были бы цитадели. Почему здесь не так, не очень непонятно. Да, есть дамага, вот 5000 урона мы наносим, все дела. Но, согласитесь, от орудия 220 миллиметров хочется что-то как-то немножко побольше, чем вот эти вот непонятные 5000 урона. Теперь или там какой-то уже эсминчик у нас окопался. Но мы сейчас попробуем... Попробуем немножко здесь как-то спасти нашего героя. При этом еще и развернуться, не попасть под решилье. Получится у меня это или нет, честно говоря, до сих пор не знаю. Ну, эстерготланд удирает. Мы, конечно, можем попытаться ему немножко добавить здесь угля. Но вот попадем мы или нет, не знаем. Действительно, здесь немножко приходится привыкать к баллистике. Вот когда садишься, скажем, на Сталинград, я себе вечно говорю, турямбыч, бери больше, турямбыч, бери больше, турямбыч, больше бери. Эстерготланд, привет, надо ловить домашку. Ловим, ловим, ловим. Рикошет. Что? Как может быть рикошет? Невозможно рикошет. Сколько там, 19 миллиметров или трен... Ну, блин, не знаю. Ну, 19 миллиметров. Как может быть рикошет от калибра... Блин. Ай, ладно. Тут уж все это... Все это условно, ребята. Союз, кстати, поворачивает на меня орудие. Походу нам надо уже отворачивать отсюда. Если мы хотим как-то немножко прожить чуть дольше. Ну, как видите, белый урон заходит. Но, честно говоря, знаете, урон для девятого корабля какой-то достаточно прохладный. Хотелось бы все-таки немножко побольше. Удается мне сейчас рикошетить плюшку от Ришелье. Это, конечно, приятно. Ну и посмотрим на Советский Союз. Там, правда, тоже калибр не сказать, что прям очень большой. Все-таки 406. 406. Ну и да. Под острым хорошим углом удается мне рикошет все-таки выдать. Союзу обратно. Флетчер на точке А. И Курфюрст. Ой-ой-ой, как он красиво здесь идет. Вот хорошо, что я ничего не стримлю. Знаете, мне вот такие моменты это очень радует. Что у меня не стрим. По мне Курфюрст не хочет кидать. Первым делом мне это очень-очень нравится. Так, с 32 тысячи урона. Ну что ж. Итак, друзья, Курфюрст на правом борту сейчас у нас будет выходить. И хотелось бы вот, будь я, скажем, на Москве, я бы уже хорошую домашку бы предвкушал просто из Курфюрста. Потому что очень хорошо он бронебойные снаряды кушает. Прям на ура. Так ли это или нет. Мы сейчас с вами поглядим. Пока что что-то как-то вяленько. 2 тысячи дамаги. Сможет ли Курф меня пробить? Да вообще, конечно, сможет. Но у него какие-то другие планы. Возможно, он собирается пострелять по Чапаеву. На Сталинграде вот такой залп стоил бы, наверное, 10-12 тысяч дамаги. Курфюрсту, но все-таки у него 35 миллиметров. Здесь все-таки 220. Но, честно, вот немножко не хватает урона. Немножко, вот чуть больше хочется. Вот я сейчас из надстройки вроде как бы достал, но там сквозняков много. Давайте попробуем пониже дать. Может быть, поможет это мне дать пониже. Поможет? Вот 8 тысяч. Но не сильно, но поможет. Где-то там урон у меня нащупывается. Дамажка где-то есть в глубине души в этом Курфюрсте. И пробуем из него еще достать еще, еще, еще. Но какого-то такого, знаете, уверенного урона все-таки не выходит. Ну, а если он сейчас начнет отворачивать, то здесь как бы, сами понимаете, пиши пропало. Ничего мы ему не сделаем. Соответственно, спешить за Курфюрстом смысла никакого нет. Мы сбрасываем скорость на половинку. И будем попросту сейчас пытаться из него пострелять. По нему сначала бронебойными снарядами. Потом, я так думаю, что, наверное, да, придется перейти по ходу на фугаса. Потому что у нас не пробивается он в такой позиции. Давайте посмотрим, как он танкуется ли или не танкуется. Ну, как сказать, танкуется или не танкуется. Какую-то дамагу мы, конечно, танканули. Но 5000, честно говоря, что-то все-таки влетело ко мне в мой пердаг. Развернуться здесь не получится у нас. Два рикошет красивейших ловим мы. И давайте еще немножко продолжим заливать Курфюрст уроном. А вот здесь вот начинается то, что нам как раз очень нехорошо для нас. Это огонь Салема фугасный. Поэтому нам надо Салема как-то быстро намекнуть, что я, брат, не хочу с тобой воевать. И тебе со мной воевать не советую. Надо попробовать прогнать. Немножко вот не хватает скорости полета снаряда. И ощутимо чувствуется, что это такая легкая проблема. У Салема нет уже дальности, не хватает. Ну и пора, наверное, юзать первую хилку. Я так думаю. А Курфюрст тем временем понял, что... Что пора. Пора бы и прийти в гости. И тут начинается непробитие с моей стороны. Можно попробовать пробить нос. Наверное, до носа мы сейчас не попадем. Может быть, в надстройку только прилетит. К сожалению, вот это вот небольшая проблема для нас. В том плане, что я просто не могу развернуться комфортно, чтобы контрить вражеский Курф. Развернуться у меня не получается. Как видите, Курф все равно пробивает меня. Вот этот вот, типа, звук такого пробития говорит о том, что есть пробитие корпуса бронебойным снарядом. Мне надо либо разбирать сейчас Киев, который где-то там гуляет у нас, либо заниматься Салемом. И, честно говоря, я вот в очень невыгодной позиции здесь нахожусь. И не знаю, что же мне делать все-таки. Не то, чтобы я очень сильно боялся Курфюрста, но у него сейчас начнется работать ПМК, и здесь у нас осталось очень мало народу. Не понимаю пока, как мне лучше. Пытаюсь маневрировать туда-сюда. Пока еще не решил, как мне лучше все-таки пытаться встретить. Но я думаю, что в моих интересах, в первую очередь, от Салема спастись, потому что Курфюрст Курфюрстом, у него все-таки не такие опасные орудия, как у Салема в борт мне. Что, в общем-то, видимо, сейчас Салем собирается продемонстрировать. Посмотрим на взведение снарядов, каково будет оно у Салема, и сдаем назад. Снаряды взводятся примерно одинаково, что у меня, что у Салема. Но у Салема калибр-то побольше немножко. И Салем переходит на фугасные снаряды. А для меня это, ребята, можно сказать, смерти подобно. К сожалению, фугаса мы совершенно с вами не танкуем. И планов, честно говоря, что делать с Салема у меня нет. Мы не пробьем его в нос. Есть единственный вариант, это пытаться как-то договориться с Курфюрстом и добить его, может быть. Но мне кажется, что добить Курфюрст будет крайне сложно здесь. Тем не менее, мы уже в такой позиции, когда у нас уже и союзников практически не осталось. Поэтому мы сейчас с вами попробуем пойти вперед и как-то закончить этот бой более или менее позитивно хотя бы для нас. Безусловно, в первую очередь, не Курфюрст мне опасен, хотя Курфюрст мне дает хорошее пробитие, но именно Салем наносит мне сейчас самый большой урон. И наша задача хотя бы забрать напоследок кого-нибудь здесь. Вот хотя бы этот Киев. Соответственно, мы с вами что сейчас сделали? Сыграли как большой крейсер. Попытались мы и постреляли, и покидали. И потанковали. Если вы можете посмотреть, натанковано 2,5 миллиона. 83 тысячи нанесено урона. Забрали мы на всякий случай Киев, потому что фраг нам дает, безусловно, большой плюс. Ну и здесь, конечно же, уже никакого шанса повоевать и выигрок нет, потому что все наши союзники куда-то растворились. Итак, друзья, какое впечатление? Если честно, корабль, да, он держит удар более или менее, но, опять же, Курфюрст не является самым точным кораблем в игре. И если бы кидал по мне какой-то более точный кораблик, безусловно, пробитий в нос я бы имел гораздо больше. То есть Курфюрст танкануть хоть мне и удалось более-менее, но как только он приблизился на более близкое расстояние, там и противминка начала работать, и бронебойные снаряды начали уверенно пробивать мой корпус. Что касается Салема и что касается любого легкого крейсера, который будет меня танковать носом, я думаю, что здесь у Риги будут очень большие проблемы именно по этой причине, что фугасы мы совершенно не держим. Огромное количество дамаги с фугасов заливается в наш с вами корабль. И это, безусловно, минус. Тем не менее, друзья, если вам нравится такой геймплей, вы понимаете, что иногда вы можете играть большой крейсер, когда это очень необходимо. У вас есть шанс, что вы, возможно, кого-то танканете. И вам больше нравится и танчить, чем наносить урон, то советские тяжелые крейсера и Рига в том числе, я думаю, вам понравятся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Турямбыч. Увидимся с вами в открытом бою. До новых встреч и пока-пока.